лично я советую всем подписаться на канал в инстаграме обязательно подпишитесь на канал не в инстаграме в телеграме и значит когда вы будете смотреть в телеграме когда вы будете смотреть в телеграме то вы уже точно не потеряете вот максим значит вы уже точно не потеряете потому что потом придет запись потом придет аудиозапись и сегодня мы начинаем главу ваера и показался и показался переводится это слово закончили мы главу лех леха значит ваера глава ваера и показался всем шалом так отлично шавуату значит напоминаю что в прошлой главе лех леха бог пообещал авраму и землю и потомство и авраам очень обрадовался все отлично и родился у авраама уже первый сын и шмаэль в 13 лет он ему сделал обрезание себе сделал обрезание этому 99 лет и вот начинается глава ваера и сидит авраам после обрезания представьте себе он сделал тут есть спор да или он начале себе сделал обрезание потом обрезал всех а кого всех как минимум там было 318 человек которые вместе с ним участвовали войне это минимум но возможно там была у него лагерь и 1000 человек представляете и такой вот прямо сделан всем обрезание 1000 человек это удивительно возьмем даже 300 500 для ровного счета возьмем 500 тоже немало одновременно и такой вот прямо операция такая до массовая операция хорошо и вот он сидит дальше ваера эляв ашеб илоны мамбре и показался ему бог после этого в месте в котором он жил возле хеврона дубовая роща до илоны мамбре и он сидел возле входа в шатер было жарко значит здесь интересно малбим объясняет вот в одной фразе какой скрыт глубокий смысл во первых до того как он сделал обрезание всевышний когда с ним разговаривал у аврама отключалось тело да у пророков когда когда им открывается пророчество у них в это время отключается тело то есть как я уже говорил что пророчество это включается духовное духовное включается система восприятия информации и когда включается духовно отключается материальное когда включается материальное отключается духовное и у пророков в момент когда они получали пророчество у них наступал такой ступор отключалось материальное у аврама мы здесь видел бог ему показался и что а он сидит у входа в шатер и жарко было в этот день зачем написано что было жарко что это меняет нам меняет нам это то что пророчество для того чтобы они входили пророче в это состояние когда сбоку можно разговаривать они должны были быть состоянии спокойствие радости а то есть у них должно было быть такое быть внутренне то есть они как бы настраивались 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 потом оп и получилось да теперь аврааму после обрезания он был уже на таком уровне я думаю нельзя сравнивать но с маши рабену бог разговаривал всегда как вот в любой момент поэтому авраам вот здесь тоже он уже поднялся на новую ступень пророчества и поднял он глаза и увидел и вот три человека стоят перед ним здесь все 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 комментаторы спорят об этой встрече с ангелами это были не три человека это было три ангела ваэра ваэра и он их увидел ваэра цликротам он побежал им навстречу от входа в шатер и поклонился им до земли значит все всем всем шалом все комбинаторы как один говорят если это были ангелы и он знал что это ангелы то почему он им так довел себя с ними как с людьми если они выглядели как люди то если они выглядели как люди и он не знал что это ангелы там тоже много вещей непонятно значит вот пишет эстер которая опытная обрезальщица наверное да так что нереально обрезать 500 человек за день дошли кажется что нереально 500 человек обрезать на обрезание значит я вам сейчас ну я не буду посылать но вы найдите пожалуйста в ютубе видео как делают обрезание в Африте значит в Африте делают обрезание так значит у них есть какое-то тоже племя которое делает обрезание там видео прям есть значит стоит мужик с ножом, берет вот так вот и тот такой и убегает в лес. Следующий, следующий, следующий. Когда на шохи ты режешь кур, у них есть 19 куриц в минуту он может обрезать. Допустим, мы возьмем по минуте на человека на обрезание. Взял, обрезал, убежал. Ну, даже за минуту так нормально. Обрезал, убежал. Значит, 60 человек в час, 5 часов 300 человек, значит 8 часов. Значит, 8 часов он обрезал. А может, он не один обрезал. Вот тут спорят они, что Авраам обрезал. Или он вначале сделал себе обрезание, и он уже всех обрезал. Или же вначале он сделал всем, потом он себя обрезал. Или у него были помощники. Но, опять же, 500 человек, это было мое предположение. Не написано, сколько людей он обрезал. Написано, всех, кого надо было, того он и обрезал. Хорошо. Значит, двигаемся дальше. И вот он сейчас сидит после обрезания в жаре, и увидел он трех этих людей. Опять же, комментаторы высказывают разные мнения. Значит, одни говорят, что это были ангелы, которые выглядели как люди. Другие говорят, нет. Это Бог показывает, когда ангела, то у человека в голове возникает, он его видит, а все остальные не видят. То есть, у него, у человека это восприятие. Малбим объясняет самым понятным таким мне образом. Вот, он говорит, у них была физическая структура, но она не была физическая структура, как у людей. То есть, это была такая, как голограмма, состоящая из то ли, ну, такая, или это была вода в каком-то, в таком формате, который, ну, вот, как голограмма такая. То есть, это была физическая природа, но не такая, как у людей. То есть, они выглядели полностью, как люди, но не были людьми. Кто видел фильм «Матрица», он видел вот этих вот людей, которые там появлялись, как аденты. То есть, что-то такое. Мы тоже не понимаем, как человек, как мы видим друг друга, потому что сам процесс видеть друг друга, он происходит внутри, в мозге. То есть, и как, как мы видим друг друга, как я, например, никогда в жизни не узнаю, как Александра, Александра Дилидиос видит меня, потому что я вот, например, себя вижу на одном экране я такой светленький, а на другом я такой коричневатый. Почему? Потому что так работают камеры. Я сейчас провожу и для Телеграма, и для Фейсбука, и я вижу себя по-разному сейчас на двух разных экранах. Тем более, я не могу знать, как меня видит Алена Салатян, потому что какой у нее экран, а как ее мозг воспринимает, а как у нее очки, может быть, вот я сейчас протру, очки, может мне вообще лучше станет видно. Поэтому тут самое главное спор идет, или же эти ангелы их видели на самом деле, значит, или же это была картинка в мозге, или же их видели на самом деле, они были на самом деле материальны, или это была материальность другого плана. В общем, в любом случае сказал, он им сказал, если я нашел милость в ваших глазах, не проходите мимо меня, значит, заверните-ка сюда, и возьмите немного водички, помойте ноги, и значит, они присели по дереву. Вот это помойте ноги здесь очень смущает, да, помойте ноги. Значит, в чем был смысл этого помойте ноги? Потому что в то время было такое поклонство, что они поклонялись люди пыли на ногах, которая вот дорожная пыль такая, да, такие были у людей верования. Ну что, ну что, если он видел в них ангелов, зачем он им сказал, помойте ноги? Если он видел в них людей, то непонятно, почему он не видел в них ангелов. Тут лично моя логика, что Авраам как вот есть люди такие мистити, да, которые видят глубоко духовность, да, видят проявление Всевышнего во всем. В каждом на всех своих путях познавая его, сказал царь Соломон ву и Ашера Архатеха. То есть, вот он жил в таком, в таком, знаете как, в видении реальности, где он все время разговаривал со Всевышним. Как есть такое, Шелханарук начинается с такого, как совета, заповеди швити ошемленных дитамид, представляешь, что ты все время перед Богом. И Авраам Авина, так как он был папа всех верующих, он, значит, все время он видел во всем правление Всевышнего и он все время как бы разговаривал с божественным присутствием. Теперь, видел он, что это ангелы, не видел он, что это ангелы, не важно, важно, что он вел себя по каким-то понятным ему правилам, которые, в которые он верил, он по ним себя вел. Поэтому, возможно, что даже если он их видел, что они ангелы, он все равно им сказал помойте ноде, то есть, он думает, если это ангелы от Всевышнего и Всевышний хотел, чтобы я их увидел как людей, так я подыграю, значит, он им сказал помойте ноде. Вайка под лехом в саду он говорит и возьму под лехом кусок хлеба и покушайте, насытите свое сердце, а после идите, куда вы шли, значит, все. И сказали они ему, да, так мы и сделаем, как ты сказал нам. И поспешил Авраам в шатер свой к саре и сказал, пожалуйста, давай быстрее сделай шалош с им кемах, возьми три каких-то меры мути. и есть какая-то мука особенная, там солы тлуши, какая-то там была очень просеянная, там какая-то крутая мука отдельная. И сделай хлеб угод, угод это хлеба тати, да. Говорят, что этот был разговор в Песах, то есть Авраам он тогда же не было Тора еще, но говорит нам устная Тора, что Авраам он соблюдал все заповеди Торы, а как он мог соблюдать заповеди Торы, если тогда еще не было Торы, не было еще тогда исхода из Едипта, он потом был через его потомки только вышли из Едипта, а как же он мог соблюдать Песах? Отвечают на это так, что Тора она была до сотворения мира, то есть Тора это как структура мира, и в Торе Всевышний сделал заповеди это специальные действия, выполняя которые ты подключаешься ко Всевышнему, ты как бы с ним соединяешься через выполнение этих действий. Авраам, который был пророк, и он был на невероятном духовном уровне, он видел эти действия, каким-то чувствовал их, видел, как вот такое у него было постижение. Это еще не было заповедью, но он уже их выполнял, потому что вот он чувствовал, что эти действия надо выполнять, поэтому тут нет противоречия, говорят, что это было дело в Песах. И он ей говорит, давай быстрее делайте угод, мацот, и побежал к теленку Авраам, и взял он теленка мягкого, хорошего, и дал он нару, нару это был подросток его сын Ишмаэль, и поспешил приготовить этого теленка, то есть он сразу теленка на гриль, и взял он сметану, молоко, потом взял этого теленка, который уже к тому времени пожарился, которого он сделал, есть говорят, что он этого теленка создал, как сейчас создают вот это вот мясо искусственное, знаете, его создают, вот тут по тексту, если по пряму, то он сделал этого теленка, можно сказать, пожарил, а можно сказать, что он его сделал, что он его создал своими знаниями практической кабалы, Авраам написал, есть такая книга по кабале, называется Сефер и Цера, книга сотворения, и там в этой книге рассказывается, как Всевышний, чистая технология, да, как язык программирования, как он 22 буквами еврейского алфавита, как он сотворял мир, как язык программирования, и Авраам, который знал этот язык программирования, он мог тоже сотворить теленка, да, как есть известное предание, мораль из Праде, был такой великий раввин, он, это прям задокументировано, он сотворил голема, голем это такой биоробот, который выглядел как человек, но управлялся полностью моралем, то есть был такой биоробот, голем он назывался, знаете, кто был в Праде, там много про это рассказывает, то есть это прям подтвержденное предание, так по тексту, что Авраам сделал этого теленка, но может быть он его и пожарил, хорошо, значит, сделан этого теленка, и они сели, а он стоял перед ними под деревом, и они кушали, и сказали они ему, а где Сара, жена твоя, он говорит, вот она в шатре, и сказал один из этих анделов, вернусь, вернусь я в это же время, через год, и будет у Сары Бен, и будет сын у Сары, жены твоей, Сара услышала это у входа в шатер, так как она была там сзади и слушала, Авраам и Сара в это время, они же были уже старики, они были старые, написано уже, да, и закончилось у Сары быть то, что у женщин, то есть, каждый месяц у них есть вот это вот, то, что у женщин происходит, у Сары уже это закончилось, ей было в тот момент 90 лет, в отец как Сара Бетерба, засмеялась Сара внутри себя, говоря, о, после того, как у меня уже это закончилось, да, и мой, и мой господин, муж мой, он уже старый, он уже закен, и сказал Бог Аврааму, почему это смеется Сара, говоря, что разве я рожу, и я уже старая, Бог сказал Аврааму, разве это чудо для Бога сделать, чтобы она родила, он говорит, что это такое, значит, через год вернусь к тебе, и в это время будет у Сары сын, и я отрицала Сара, и говорила, не смеялась я, не смеялась я, и сказал Бог ей, нет, смеялась, так все, закончилось уже у нас, да, вот этот вот закончилось у нас, первый отрывок недельной главы, значит, давайте обсудим теперь, значит, первое, что мы видим, что Авраам Авину, он, про отец Авраам, чем он занимался, он занимался тем, что он выполнял заповеди, и искал близости к Богу, то есть, каждый человек в этом мире, он все время чем-то занят, вот все, да, вот сейчас мы пришли на урок, почему это пришли на урок, если посмотреть, там, вот сейчас, если вместе смотрят 120 человек, 130 человек смотрят вместе сейчас в Телеграме и Фейсбуке, смотрят урок Торы, значит, каждый что-то ищет, кто-то ищет близости к Богу, кто-то интересно, кто-то случайно зашел, то есть, у каждого есть, каждый человек все время чем-то занят в этом мире, Авраам, про отец Авраам, он искал только одного, у него была одна цель, вот вообще, это настолько просто, жить тогда, если одна цель, он искал все время близости к Богу, и как он искал близости к Богу, он, он, через действия, которые он делал, где он уподоблялся Богу, он с Богом входил в, в резонанс, да, в такой, да, что Бог делает, Бог же добрый, он нам всем сегодня утром дал проснуться, он нам дает кислород, он нам дает здоровье, там, и так далее, то есть, Бог, он все всем дает, и Авраам, он тоже давал всем, он был человеком, который старался выполнить любую волю Бога, то, что Бог сказал сделать, это добро, и дать людям добро, это была его жизнь, и вот, значит, он сидит утром, и Бог ему через это открывался, Бог ему через это открывался, и, вот смотрите, а в чем разница между добро для других, и удовольствие для себя, значит, если человек делает удовольствие для себя, то он как называется, ну, тот, кто только для себя старается, как называется такой человек, он называется эгоист, да, то есть, он ориентирован на свое эго, теперь, человек, который, который не эгоист, он, как бы, делает для других, он ориентирован на какое-то внешнее, то есть, он может делать для кого-то, ну, для других людей, или он может делать для Всевышнего, потому что Всевышний так сказал, теперь, Авраам, ну, но всегда тут есть одна очень такая, как сказать, Одна очень смущающая деталь Что когда человек верующий Верит в Бога И он делает добро для других То в этот момент Он же понимает, что Бог ему даст награду Даст ему вечную жизнь Даст ему успех и удачу в делах Он понимает И если он делает Это И получает награду То тогда получается он для себя же делает Вот в этом вот сложность такая Вот в этом сложность И тот человек, который знает, что по-настоящему верующий Но теперь смотрите Авраам Авраам у него была очень сложная жизнь То есть Бог почему-то тем людям Которые такие праведники Он им иногда создает очень сложные условия Какие? Они ничего не получают заметки Вот у меня я разговаривал с одним человеком Буквально вчера И он рассказывает Он начал соблюдать заповеди И он, значит, у него вот вообще Жизнь разрушилась полностью Он был до этого очень богат Очень веселый Очень успешный И тут у него он все потерял Все деньги Огромные долги И он, значит, просто у него Ну, жизнь превратилась в какое-то Ну, мучение Просто реально Там у него были мучения Мучения, мучения И я рассказывал просто Про других Там есть люди Праведники Прям вообще вот просто Праведники, праведники И у них тоже мучения И он говорит Ой, у меня были мучения И у них мучения Ну, типа Жизнь такая Я задумался Думаю Бывает, что человек соблюдает заповеди И он не чувствует отдачу Вот у него прям неприятности-неприятности Бывает, что человек соблюдает заповеди И он получает Прямо сразу же Ему начинает вести У него жизнь улучшается И так далее В чем здесь Где здесь вот это вот Как сказать Как понять это все Вот Тамара Лобачева Советует делать все из любви к Создателю Да Но я же хочу, чтобы Я люблю Создателя И Создатель любит меня Я знаю То есть Создатель любит меня Я люблю Создателя Я поэтому хочу, чтобы У меня было все хорошо Очень хорошее желание Я знаю, что и Создатель хочет Почему у многих людей Которые соблюдают У них плохо И вот тут я хотел просто Подчеркнуть одну такую вещь интересную Что Каждый человек Он действует по каким-то схемам Вот есть у него схемы По которым он действует И возможно Он выполняет заповеди Он любит Всевышнего Всевышний любит его Но схема По которой он действует Она неправильная Ведь мы же все Действуем по каким-то схемам По которым нас научили действовать Ведь Авраам Авина Ему Бог в первую очередь Что сказал Уйди из твоей земли Уйди из твоего города Уйди из дома отца твоего Оставь все схемы Которые ты там изучил И вот Авраам Он пошел И он в течение Своей жизни Вот ему сейчас уже 99 лет Он создавал те схемы Которые не были приняты В том мире Например Он был гостеприимный А в доме Буквально От этого места Где он сейчас сидел В шатре До с дома Там день ходьбы А там люди За гостеприимство Убивали То есть у них был закон Что тот кто принял гостей Его надо убить То есть Авраам Действовал по схеме По правильной схеме А там где он действовал Не по правильной схеме Он тут же получал Неприятности И устная Тора Мудрецы Они в несколько мест Указывали Что даже наши Великие-великие праотцы Которые были Просто их называют Как колесница Для Бога То есть они Бога Творца Мироздания Они в этот мир Они рассказали Миру Они формализовали Взаимоотношения С Богом И они были Как колесница Для Бога В этом мире Но даже про них Говорят наши мудрецы Вот тут Яков ошибся Например Яков про отец Яков Который получил имя Истраэль Будем мы дальше Про него изучать Когда он пришел В землю Израиля И сразу послал посланцев К своему брату Исаву Сказать что он пришел Мудрецы говорят Нет Написано в Мишли В притчах царя Соломона Не дергай Спящую собаку За уши Нет смысла А что ты его дергаешь За уши Тебе еще до него Идти год Может он за год умрет Что ты Куда ты спешишь Сообщить ему Что я пришел Это друг твой Что ли Или ты На что надеешься Авраама Тоже Мудрецы Рамбан Рамбан Говорит Что это была Большая ошибка Авраама Уйти в Египет Когда был голод В Израиле Он же получил От Бога Обещание Что Бог Его будет Полностью обеспечивать И у него Будет все хорошо Значит надо Сидеть и ждать А он пошел В Египет У него там Забрали Сару Из-за этого Чтобы это Исправить Потом Евреиский народ Спустился в Египет То есть Любовь Бога Она безусловна Награда Это вечная жизнь Она бесконечна То есть Заповеди В любом случае Выполнение заповеди Оно дает Вот эту вот Вечную награду Которую никак нельзя То есть Это как Безусловное Следствие заповедей И в этом мире Есть такое выражение В этом мире Нет награды За заповеди Заповедь Она тебе дает Соединяется С твоей душой И это как бы Валюта Криптовалюта На вечную жизнь То есть Это Это безусловно Есть Теперь Будет ли у тебя Здесь Говорят Что есть заповеди Что человек получает Награду В мире грядущем А Пирот Плоды ее Он пожинает В этом мире Есть такие заповеди Когда ты действительно Плоды пожинаешь В этом мире И Ахнезат Архим Гостеприимство Это одна из таких заповедей Прямо в устной торе Написано Что гостеприимство Это одна из таких заповедей Теперь Когда человек Получает Здесь неприятности То Возможно Что какие-то Из заповедей Которые относятся Плоды едят В этом мире Он не выполнил Недовыполнил Перевыполнил Может быть Да То есть мы не знаем Точно Как вся система Работает Но Возможно Всевышний Ему Дает Специальный Тренажер Знаете Как вот Было у нас Там Бегуны Когда я тренировался Легкой атлетикой Приходишь на тренировку Надо пробежать Там Какую-то Десять раз По сто метров Тренер смотрит Говорит Что-то ты сегодня Очень такой Прям в хорошей форме Ты значит Тебе мы привяжем Еще шину Чтоб тебе тяжелее было Бежать А тебе значит Мы сделаем отдых Не три минуты Между пробежками А ты так слишком Хорошо выглядишь В хорошей форме Давай тебе две минуты А ты сегодня Какой-то слабенький Значит ты вместо Десяти раз По сто метров Через три минуты Беги пять раз По сто метров Через десять минут Отдыха Ты не в состоянии Сейчас тренироваться То есть Я если тебя загружу Сейчас Так ты свалишься И умрешь То есть Всевышний Точно так же Он с каждым Действует В зависимости От его Уровня подготовки И он каждому дает Те испытания И те жизненные обстоятельства Которые Для человека В этот момент Являются Оптимальными Для того Чтобы он Совершенствовал Свою душу И свои взаимоотношения Со Всевышним Вот так оно работает И Авраам Которого мы Понять В принципе Не можем Потому что Человек который Видит ангелов Разговаривает Со Всевышним Пророк То есть Мы пытаемся Его понять Как Со своей стороны Как будто бы Мы видим мир Как будто бы Он видел мир Так как мы его видим Но это не так Как мне очень нравится Один человек Задавал очень сложные Вопросы на Тору А другому Говорит Ты знаешь Говорит Вот мне твои вопросы На Тору Которые ты задаешь Напоминают Как спорили Как спорили военные И штатские Ну гражданские Кто умнее И военные Говорит гражданскому Ну вот Если вы гражданские Такие умные Да Как ты утверждаешь Такие умные А что же вы до сих пор С троем не ходите Вот как же вы не додумали С троем ходить То есть Человек задает вопрос Обычно С точки зрения Своего восприятия мира И значит Поэтому мы все изучаем Изучаем мы все Тору Каждый на уровне Своего понимания Главное Увеличивать каждый день По чуть-чуть Своё понимание Набирать Вот эти вот пазлы И потом У каждого Будет складываться Какая-то картина А Всевышний Будет эту картину Все время Каждому Как сказать Корректировать Давая Свободу выбора Все Всем удачи Успехов Еду Сейчас уже Все сегодня С Божьей помощи Еду Мы сняли Для Ваикры офис Сейчас сделаем там студию Будем снимать уроки По заповедям С Божьей помощи То есть мы собираемся Сильно-сильно Развивать Нашу просветительскую деятельность И все друзья Ваикры Партнеры Ваикры Спонсоры Ваикры Чтобы Всевышний Благословил вас Дал вам Благословение В этом мире Вечную жизнь В мире грядущем Услышал ваши молитвы И Чтобы та Помощь По распространению Торы Света Всевышнего Которую С вашей помощью Мы можем оказывать Чтобы она Дала вам Огромный депозит Во взаимоотношениях С Творцом Что тот Кто выполняет Волю Всевышнего Всевышний Выполнит его волю Как свою И чтобы Всевышний Услышал ваши молитвы Кому надо выздоровление Кому надо Благополучие Деньги Отношения И Но при этом Надо действовать правильно Еще раз вам повторю Действовать надо Обязательно правильно Во всех сферах Все Удачи Успехов Счастливо Счастливо Счастливо